привет всем кто заглянул на канал и подписчикам и вот сейчас вот ролик будет такой как я делал свою первую анимацию гориллы все давайте поэтапно расскажу что я делал свои ошибки что не так и словом потом в конце вы увидите результат да погнали для начала нужно найти объект объект попался именно горилла с прошлой моей работы началось все с того что я посмотрел именно ролик как делают анимацию животных в мае да ну и тут вопрос такой захотелось конечно куда же деваться то все красиво все так показано прикольно думаю а получится ли у меня что-нибудь в этом духе хотя бы и вспомнил вот за этого персонажа который я делал полтора года назад именно в скульпте с альфа шестой горилла вот такой у него внешний вид вот такой он серьезный ну и думаю дай-ка я с него теперь сделаю треобразную модель и попробуем на нем анимацию но модель-то делалась не под анимацию и вы видите что она цельная если сейчас с нее что-то делать кости вставить то это все будет ломаться ноги не знаю возможно и нет но вот грудь и руки точно ну и что можно с этим делом сделать сделать дубликат саптулах вот так вот первую модель берем сначала отделяем руки это control и маскируем вот так вот хотя бы одну руку все это дело закрашиваем вот так если куда-то залезли не беда это все подотрется работа конечно нудная но потом будет интересно так вот так все это дело маскируем плечо берем если где-то что-то зацепили то control alt левая кнопка мыши очищаем теперь назначаем так вот здесь вот тоже можно немножко почистить control w нажимаем control shift левая кнопка мыши и заходим теперь в геометрии модифит опологи дел хидном так теперь у нас одна рука и нужно теперь поработать именно вот с этим персонажем так берем маскируем его вот так вот до половины икс английская включаем симметрию и вот здесь вот так все это дело маскируем хвост вот этот коптек тоже маскируем пусть он лучше залезет на именно ноги потом все это дело дайномер поправит ну и живот немножко вот так вот так здесь живот control alt можно немножко очистить чтобы не так вытягивался он нажимаем control и теперь ротацию гизму отключаем вытягиваем именно полозок перекручиваем вот таким вот образом и теперь с помощью mov вот сюда все это дело засаживаем вот так вот ну все вот эта часть сделана теперь что нужно сделать так вот эти лапы нужно удалить control снимаем маску ну и давайте тут повторим то же самое только теперь именно с их симметрией так включаем отключаем опять же это все дело маскируем стараемся теперь здесь куда не надо не залазить чтобы потом проблем где уже сильных тоже не было так вот таким вот образом и плечевой сустав вот так control w нажимаем на персонажа и отделяем наши вот эти руки это я уже все показывал в прошлом в ролике именно на канале опять же dell hidden все это дело скрываем и нажимаем close house закрываем вот эти вот пустоты так теперь ну поработаем с головой вот так ставим и маскируем теперь через control shift левая кнопка мыши выравнивает модель и вот так все это делаем маскируем голову вот так вот и можно немножко размыть маску по низу щелкаем вот вы видите что маска размывается это чтобы мягко все дело вытягивалось не было ломки так ну что теперь вот так вот ставим control и и теперь все это дело опять же ротации вот так перекручиваем и с помощью move все это дело вытягиваем вот так вот так смотрим что у нас тут получилось с обезьянам размываем маску control и и теперь ротации немножко можно все это дело также подогнать вот таким вот образом move немножко где-то усаживаем control снимаем маску ну вот получилась вот такая вот заготовка все это будет пролепливаться где-то дорабатываться потом теперь включаем руку и теперь можно гизму это вот так вытягиваем x симметрию не надо включать если у кого-то включено отключите и вот так вот немножко все это дело перекручиваем подгоняем устанавливаем вот сюда и опять же все это дело перекручиваем и опять же подставляем словом вот такой вот процесс и также нажимаем так close close закрываем вот эти части немножко shift потом где-то что-то вылезло можно подгладить ну и давайте все это дело теперь объединим жмем merge down окей объединяем и теперь в геометре жмем мир and well ну вот получился вот такой гражданин вот с такими лапами вот так со спины он выглядит где-то что-то это доработается теперь нужно сделать всему этому делу так у нас разные полигруппы теперь вы видите жмем control w назначаем одну полигруппу и делаем всему этому дайна мэш но резолюцию чуть-чуть прибавляем потому что у нас голова вот это и тело такого нету чтобы спроецировать с высокополигональной на низкополигональную детали так жмем дайна мэш сетка стала однообразной все это делать и вот можно выглаживать работать с иксом вот таким вот образом ну а теперь можно play builder включить тисточку и поставить резолюцию пускай даже для начала на троечку и вот так все это дело погнали дорабатывать долепливать переделывать словом от этого никуда не уйти нужно что-то здесь подправлять вот бицепс и так далее все это дело намечаем где-то что-то выравниваем где-то через альт работаем углубляем делаем мотню ну словом исправляем модель ну такой гражданин получается умненький и давайте посмотрим дальше что у меня получилось и сейчас я поставлю по многочисленным просьбам вид вот такой глина много многим не нравится кто смотрит отключи я все забываю но глина мне очень прикольно в работе пусть я с глиной и так и леплю с гипсом с глиной с цементом так ну вот получился вот такой образный персонаж гориллы что теперь нужно сделать теперь нужно нанести на него текстуры можно опять же самому выбирать цвета ну допустим вот коричневый поставить кисточку допустим стандарт поставить rgb зад отключить и симметрично где-то что-то подбирать цвет вот таким вот образом словом красить или можно добавить текстурку заходим в импорт и находим какую-нибудь картинку допустим с фильма или с интернета просто скачанную или скриншот снятый теперь заходим вот так нажимаем ее на вот этот вот значок сейчас вот он подгрузится кто узнал этого персонажа напишите рекламу делать не буду так вот так его устанавливаем уменьшаем прозрачность Z английская и вот вытягиваем нашего персонажа вот так так немножко теперь дровсай чтоб не мешала кисточка уменьшим и нужно его вот именно к этому вот лицу подсобачить ловим глаза вот так вот немножко разворачиваем вот так вот боком ну и попробуем теперь если с первой попытки получится дай бог Z и теперь все это дело красим здесь кисточку уже можно побольше поставить картинку можно почетче найти конечно так ну и теперь здесь нам нужен будет белый цвет без него никак так это глаза я пока отключу вот такая получилась раскраска C английская можно вот красить теперь вот так вот у the brush тут свои цвета если вы какой-то цвет наносите то не факт что он будет выглядеть именно так потому что the brush заменяет его своим оттенком своим цветом так это вот так вот черепушку тоже подкрасить здесь можно уже свой цвет на грудь выбрать ну где-то допустим так это у нас телесный это коричневый ну где-то вот таким вот образом можно вот этот как-то больше подходит наверное ну и вот где ребра вот здесь у обезьяны лысо это все мясо вот таким вот образом но опять же не забываем брать цвета с лица потому что лицо будет выделяться это не надо так вот допустим какой тут у него C красный ставим теперь оттенок чуть-чуть поменьше и где-то добавляем именно вот так вот по низам где-то вот отмечаем именно кубики вот таким образом ну словом дорабатываем где-то в голове вот тут притянить ну и опять же C где-то вот руки погнали красить здесь уже можно интенсивность прибавлять ну вот получается словом вот такой вот персонаж ролики по покраске очень много на канале по персонажке тоже очень много как делать каркас с нуля и так далее тоже смотрите на канале информации по этому делу очень много так ну а следом что теперь нужно сделать нужно сделать теперь развертку вот этому гражданину это нужно сделать теперь на всякий случай дубликат и чтобы вот эти вот полигонаж 370 тысяч у этого гражданина сейчас это очень много нужно хотя бы 80-90 тысяч ну низкополигональную модель делать заходим в плагин и находим UV мастер и здесь уже по прошлым роликам делаем развертку смотрите на канале кину ссылки по UV мастеру под этим роликом не буду усугубляться как там что нажимать покажу именно уже опять готовый результат вот такой уже результат уже с разверткой смотрим как выглядит развертка я ее немного перебаламутил ну в принципе прилип цвет и ничего такого плохого вот такая вот развертка вот так она выглядит тут все по цветам это вот я ее сделал здесь в the brush сохранить развертку вот нажимаете развертка жмете copy txt она появляется вот теперь в текстурах нажимаете на текстуру и можно теперь ее сохранить нажимаете экспорт и сохраняете развертку туда куда вам надо так ну что теперь нужно сохранить этого гражданина нажимаете экспорт и сохраняете об обиджей файл вот этого персонажа и развертку тоже на ноды так все вот с этим делом в the brush закончили айда теперь в блендер входим в блендер и импортируем сюда модель после развертки или если вы делаете полностью в блендер то она уже тут будет находиться вы продолжаете с ней дальше работать после развертки покраски и так далее все поэтапно делается нажимаем на рендер давайте посмотрим как он выглядит наш персонаж уже именно с прикрепленными текстурами ну вот так вот выглядит персонаж вы видите что цвета здесь частично тоже другие не то что в блендер я красил именно светлыми единицы на нампаде и следующий этап заключается в чем вставить этому персонажу кости заходим добавить заходим допустим арматура и здесь можно вставить одну кость и по прошлым роликам уже с этой кости сделать полностью свой скелет перейти допустим в режим редактирования и здесь уже продолжать делать его каркас сначала тройка на нампаде и вот у меня персонаж ушел в бок смотрите с разных ракурсов чтоб потом сто раз не переделывать и потихоньку можно в редактирование немного сегодня задуренный нажимаете на косточку единицы на нампаде объектный режим и погнали вот все это дело здесь как-то вот так вот редактировать что-то вставлять какие-то свои кости вот так английское английское е и вот так вот моделируем это вот первый способ опять же ролики есть смотрите на канале не буду глубоко так углубляться потому что это просто как обзорный ролик как я что делал так посмотрим как все это выглядит было сделано 4 каркаса первый каркас это вот с блендер вот так выглядит первый каркас который был сделан именно добавление арматуры human meta rig это вот с него ролик есть на канале смотрите дальше второй вариант у меня был это уже я делал полностью свой скелет сейчас я покажу где как что работает плюсы минусы это вот мой скелет выглядит он вот таким вот образом и заходите в режим позы находите косточку нажимаете английскую G и вы видите что вот так вот работает именно скелет вы можете его тут передвигать корректировать где-то что-то отводить садить притягивать ну модель себя ведет хорошо вот такая вот штука так заходим теперь опять же рассмотрим все скелеты которые я делал посадка какая у них вот посадка продолжение вот этой модели которая была сделана с моего скелета вот так он выглядит сейчас сейчас я уберу косточки это сетка вот так все это дело выглядит это вот скелет по роликам которые я делал все здесь переносится G вот так можно кубок почесать вот таким вот образом ну словом рабочий вариант ну и следом давайте посмотрим еще один скелет это вот уже с блендер метарик здесь вот косточки все видны а здесь их еще больше вот так все это выглядит и внутри вы видите что у скелета много косточек но они заменены вот на такие вот квадратики кружочки палочки вот после генерации лицевые вот косточки стоят и вот он выглядит здесь вот таким образом опять же все цвет у него присутствует вот такие вот штуки следом было пересмотрено столько много роликов каких это гифки это война планета обезьян планета обезьян революция и так далее там очень хорошо все сделано все быстро движение все красиво но вот здесь у меня так сказать не получалось не получается что если вы делаете собаку то есть раскадровка именно движение собаки если вы делаете мульт персонажа есть масса раскадровок которые именно походка мультяшного героя там сутиных историй там чип и дейл можно сделать и все это смотрится это я уже делал смотрится вроде неплохо но вот с животными тут уже казус для обезьян вообще нету вот этих раскадровок единственное что в зоопарках обезьяна ходит есть такие ролики где горилла допустим в клетке там еще что то вот можете смотреть и так на паузу ставить и просматривать где находится нога где рука в тот или иной момент конечно напряжно конечно неудобно ну в дальнейшем я надеюсь все таки наткнусь на ту информацию поспрашиваю еще у знакомых у кого то может где то есть какие то сайты есть возможно или еще что то ну а так вот в ютюб в принципе только майя и то уже готовые ролики ходьбы животных это вот был есть стрим или как он называется ролик на ютюбе ну давайте посмотрим что у меня в принципе получилось то сначала посмотрим мою первую попытку это кстати вторая попытка так не это файл открыть это в другом месте находится горилла и находится анимация вот она вот это вот первая горилла смотрим что тут она еще без анимации ну вот я ее пробовал без раскраски без ничего вот таким вот образом тоже метарик вот все она работает все она действует все нормально работает вот так он движется ну короче все что мог я попробовал с ним сделать что у него за косяки давайте разберемся вот когда у вас идет ходьба то проблема начинается не с грудной клеткой даже не с руками не с лапами не с руками ломка идет вот этих вот ступней и перекрутка коленей вот этих вот ног ну не сразу конечно где-то на десятом может быть шаге потому что вам приходится если просто ноги передвигать то все нормально если вам приходится еще сверху смотреть вот семерка на нампаде вот он идет когда горилла у него напряг идет на вот эту вот лапу а передняя вытягивается вперед и получается таз уходит налево а плечи и уходит направо вот где-то так искривляется позвонок при ходьбе у него и вот такие вот у него получаются ступенцы так что еще тут казусы какие вылили казус вылазит именно с задницы ее нужно постоянно следить и поправлять потому что косточки вот эти дальние убегают при движении почему-то к позвонку перекручиваются тоже наверное вот от колен вот от этих костей именно бедренных и получается вот эта задница поджимается а вот это вот бедро вообще искажается и ступни тоже искажаются вот это вот когда вы смотрите вы уводите ногу позу когда вы уводите ногу вот G вот вы видите что ее уже начало подкручивать выбираете выбираете вот эту косточку и жмете R вот чуть-чуть выкручиваете опять выбираете вот эту подставку косточку и G уводите в бок вот происходит корректировка но видите что уже убежала именно колено вот приходится вот так ее тоже корректировать но единство при беге да тут уже вот вы поднимаете вы видите что она уже крутится потому что очень много было сделано движений действий и приходится ее вот так периодически подкручивать поправлять вот так чтобы она мал-мал ходила хотя бы ровно опять же есть тут стрелки вот она бедро вытягивает удаляет за этим тоже нужно следить ну словом казусом валом если вы начинаете делать вот есть тут косточка сейчас я вам покажу вот грудная если вы начинаете вниз опускать вы видите что лапы ведут передние себя нормально если вы начинаете вдаль уводить вы видите что стоит на месте вот с этим тоже поаккуратнее сильно не перебарщивайте так что еще тут ну вот если вы вот так уйдете как-то вот кубом здесь есть еще косточки за которыми приходится следить так что это вы уже в процессе сами поймете казусов очень валом вот так это все отводится если что-то случается с плечами с локтями то до пояса здесь можно подправить там подрегулировать а вот с задницей уже проблематично вот так вот вот таким образом ходьба ну и опять же когда будете делать не забывайте именно три на нампаде единица вы видите что вроде бы вы лапу опустили а она не доходит именно до линии и приходится ее вот так корректировать три на нампаде где то смотреть где то допустим подкручивать где то ставить правильно как вам надо вот таким вот образом там ну вот так как нибудь ну вот такая вот штука ну вот такой вот процесс был создание в принципе проблема заключается только в раскадровке и правильной походке вот этого персонажа где то какие то косяки то их можно где то если раз 20-30 что то сделать я думаю что эти косяки больше появляться у вас не будут ну все теперь ролик то что у меня получилось все всем до свидания кто смотрел пока то что это не что это то что есть когда ты это